привет сегодня мы посмотрим что нам раздает epic games на январе 2024 года первое это у нас gathering ресурсов advanced system в общем такая штука которая нам позволяет собирать какой-то общие элементы да то есть ресурс сбор ресурсов в общем различный и по этим элементам вы можете добывать давайте посмотрим но сразу вам скажу она у меня почему-то не заработала вроде бы так быстренько посмотрел вроде бы все в порядке но на самом деле не работает честного тем оставлю то есть подбираем элемент и у меня здесь на полный экран выскакивает иконка хотя она должна появляться в инвентаре никакими клавишами это не отрабатывает я не понимаю почему в общем какой-то косяк я поставил это на 52 возможно надо было 51 или же наоборот на 5 и 3 к сожалению проверить это я не могу но здесь я быстренько посмотрел это обычные анимации стоят так анимаешь на blueprint здесь у нас анимации бить пиркой все то же самое отрабатывает единственное полноте фаим что-то происходит видимо либо выпадает либо еще что здесь у нас выпринты внутри конечно все жестко на этом ничего нету единственное что компонент стоит как раз в нем имеется система с репликации для сетевого кода много всякого но почему она не работает это уже интересный вопрос второе это вот хри и христи геометри вот такая локация выглядит конечно красиво сейчас полетаем посмотрим что она из себя представляет так это мы можем закрыть христи геометри давайте логу и загрузим здесь еще подразделение есть нам нужен основной логу запускаем ну конечно модель гарненькие для каких-то ужасов можно использовать летят цветочки разлетаются конечно в разные стороны но ладно и почему-то вверх в воздух тут могилки различные давайте включим сеточку и она нас просто как говорится уронит вот сами видите да здесь вообще никакой экономии по сетке не было ну если честно сказать вот таким материалом то вроде все нормально вот это что это а это такой склеп но почему-то он весь красный хотя вроде используются одни и те же материалы здесь что у нас камешки камешки тоже имеет отдельная часть я думаю что здесь стоит это виде вот такого туманчик когда плоскость стоит под определенным ракурсом ну или что-то подобное непонятно конечно это здесь ужасно но если это можно выкрутить поменьше то принципе можно использовать и перейдем к третьему в сайт динамик смеш в общем это плагин который нам позволяет принимать объекты окружать их какой-то либо внешний да так скажем смотрим то есть если настраивать радиус и так далее можете прямой можете дугой делать то есть если перед персонажем будет стоять столбик то этот человек не увидит этого персонажа увидит максимум столб по сути это отрабатывает как коллизия то есть если этот персонаж начнет вращаться он увидит дом данной штукой данной коллизии и персонажа поочередно но так если здесь будет стоять персонаж естественно этот его не заметит но это конечно все зависит как будет отрабатывать можно использовать и на 3d и на 2d играх показывать саму сферу вот эту трейс так скажем линейный да с помощью ноду старт лайн трейс ну и старт билд мэш это вот как раз таки та штука которая будет принимать персонажей далее у нас фэнтези бандал три части это кейф это кастал вроде вода и велич то есть такой грот деревня и замок так загрузим посмотрим фэнтези включим уровень и здесь есть вот кастал кейф и велич давайте начнем с кастала почему-то постоянно какие-то ошибки вылетает до риса мопту фикс vertex color какие-то там еще что-то здесь имеется пушки такой вот типа фордик или мост не знаю как обозвать это вот дичка прям явными квадратиками конечно но своеобразно песок в виде травы что это вообще давайте сразу посмотрим сеточку у нас даже landscape очень очень перенасыщен треугольниками шейдеры на естественно водичка у нас красненькая здесь по сути все нормально по шейдером мы можем больше не смотреть давайте включим по сетку на сетку посмотрим ну нормально есть конечно свои недочеты вот в отдельных этих кубиках камнях которые в принципе везде вон торчат то есть видите да вот этот кубик виде камня он торчит везде из-за этого по сути нагружает то есть они решили это воткнуть позже либо они вытаскиваются мы сейчас тоже посмотрим это вот такой вот замок здесь можно сделать кого-нибудь заточить таких темницах ну или вы что-то сделать я не знаю здесь конечно совсем уныло по количеству вот это по сути сюда должен человек завозить да как бы но откуда непонятно что это вообще зачем подсвечивается если нет огня он тоже много вопросиков так давайте здесь у нас отдельно камень камень нет смотрите-ка он не отдельный вроде нету у нас да это позже добавили чтобы они не смотрелись так плоско типа выпирать можно было какими-то элементами но здесь особо я ничего не вижу науки можно что-то собрать интересное может быть отдельно понятно здесь тоже самое стенки ворота это конечно плачевно то что они не открываются против придется отделять здесь тоже самое да до цельные права права ну трава не очень короче здесь ничего интересного то и нету так перейдем к следующему это клаут с кинс так перейдем сюда и здесь у нас есть демо сцена запустили здесь у нас облака и типа погодное явление но видно что сразу это все конечно текстуры прям очень-очень в некоторых вот ассоции особенно вот это в этих то еще более-менее вот дальние нормально еще как-то смотрится ближние уже четко ясно что они немножко не подходят у стилистики наложение прям можете подрегулировать подрегулировать ну и уже как-то выглядит более менее но кстати солнце закрывает это с одной стороны хорошо так здесь у нас почему-то показывают шейдеры в хорошем качестве сейчас мы посмотрим что на самом деле из себя представляет так запустим запускаем шейдеры и что-то оно не совсем то есть зеленое да как мы видим красные части появились здесь уже переход в красный цвет идет у них уже все наоборот но естественно по данным обычные плоскости в нескольких полигонах интересное солнышко так давайте сдвинем хочу до солнышка достать это у нас что вообще из себя представляет плоскость статик мышь просто материал с эмисси его дал наверно до power 11 и давайте зайдем в основной материал так он открылся я просто его не вижу так эмисси его по сети да да естественно ну и мы как раз таки хорошо взлетели вот наша сфера sky то что по сути вырезали в четверки как говорится здесь они просто сделали подобную систему только в своем виде накинули обычных плейны на них где-то сфотографировали хорошие облака ну и вода что у нас вода конечно немного непонятно одна сюда движется другая сюда движется но на море более-менее похоже регулировать нельзя так давайте посмотрим ну здесь клауд да просто статик мыши везде все написано так что максимум можно расставить только я не вижу где у нас тут скис а скис это у нас что климат какой климат вы о чем так ну да но вот эти вот наши сферы которые мы в принципе видели и здесь у нас облака ну на этом закончились те которые раздаются только на месяц остальные мы будем смотреть то что бесплатными стали или уже их сняли с бесплатного так скажем бесплатной раздачи аудио metering white здесь у нас есть плагин который позволяет анализировать и изменять отправленные файлы а точнее настраивать по звуковому регулирование образом даже здесь больше с теми кто работает с музыкой white про это у нас какой кстати это у нас light все понятно здесь мы не можем мультиплеерная часть воспользоваться до визуализации спектрализации в общем короче многими нюансами за 39 баксов вы можете приобрести полную спектральную систему так но это да звуковые файлы отслеживание по уровню звука настройки каждого звука в общем не знаю большинству скорее всего не будет полезно далее у нас connect поз драйвер это у нас для плагин для майя изменение поз и так далее то есть видимо быстрое перемещение позы между движком и майя gradient generator здесь мы можем сгенерировать градиент который нам необходим куда-нибудь на менюшку или еще какой-то элементик не знаю куда его можно применить конечно здесь хоть что-нибудь написано так используйте польские текстуры применяйте к ним градиенты а то есть это еще и можно к текстурам променять то есть скорее всего материале этот элемент тоже работает web-unreal by game 7 что это логин для интеграции evm совместимую гучейным так hyperplay игровый лаунчер web 3.0 как чтение блокчейна с помощью выполнять короче нюансик hyperplay я конечно не знаю что это такое видимо какая-то какой-то фреймворк для обмена чего-то с кем-то мало кому необходим ранг утильтис библиотека которая нам позволяет функции код и служебные функции блупринтов так это у нас честно непонятная штука но может быть вот это то есть применение какого-то event функции на какой-то элемент ноды возможно здесь очень мало описание что из себя представляет от эта штука так вот этот идитор of tools and quality в общем нам похоже уже раздавали либо это появилась вторая часть это его элемент тика этого плагина который нам позволяет посмотреть количество треугольников видео памяти короче и нашей так скажем нашего качества и развертки элемента что-то почему-то применили не те текстура очень интересно кстати показывает на плагине которые ассети которые раздавали точнее то ли в октябре то ли в ноябре я конечно уже не помню здесь вот юви можно посмотреть и изолировать от других объектов в общем для настройки думаю может быть кому-то пригодится камен maps это штука которая была где-то в лире да так из проекта epic games лера шутер получить доступ к картам из всего то есть то есть быстрая загрузка видимо какая-то что вы можете использовать для быстрого перемещения между картами далее у нас куча моделек идет это корейские традиционные элементики в виде чашек и статуэток выглядит ничего вроде нормально почему-то разработчики не показывают не шейдеры не количество треугольников на своих элементах не знаю почему вроде бы крупная фирма а продавать почему-то не хочет видимо либо плохие качественные детали так но здесь прям скупа пустота такая полигонаж малый прям видно это это что это у нас город крепость нога нога ныбсон чангшон не знаю таких китайская видимо какая-то либо корейская да далее вот тоже самое очень слабый скриншот решили раздать корейские элементы конечно пусто очень мало можно было по сути это все одним паком либо компания решила заработать потому что за каждый ассет приличную сумму выкладывает epic games и да вот от одной организации все это выкладывается но либо эпик гейм сказала мы за все ваши ассеты выдадим допустим 10 тысяч долларов в общем как видите да быстренько все пролистываю ничего примечательного но если вдруг вы делаете в восточном виде игру то вот этот конечно может вам помочь вот эти большое количество ассетов вроде как норм если с постпроцессами все это завести и с хорошим освещением расставив дополнительные элементы на вашу сцену этого у нас . риски на да это тоже корейский так и быстренько мы здесь все посмотрели реально мне кажется вот крышу они слепили как вот здесь где-то и так и и везде и клонировали все однотипно далее у нас идет адвенчур девушка с различными одеждами с татуировкой лара крофт на минималках компьютер статус бипли либрали это в общем библиотека которая нам выдает различные элементы от нашего компьютера видов статус до эдитер статус time статус и пав статус пав статус естественно выдают нам папочку где у нас сохраняются элементы которые мы в сохранении делаем дико хранятся конфиге логи и бинарные файлы ну и здесь тоже самое mac адрес айпи адрес прямое значение какое-то видимо виде строчки клип борт видимо буфер обмена какой-то и маус позиция cpu info в общем интересненько что выдает нам cpu info провайдера драйвер вершин дата и не name наименование девайса единственная и гпу а это cpu и гпу так вот это уже интересненько это что-то у нас баллистическая баллистический плагин которая нам позволяет создавать моделирует гравитацию сопротивление ветра проникновение рикошеты вероятность пробивания нескольких элементов короче интересно вот это я бы всем рекомендовал бы взять почему отзывов нету неизвестно либо сложно либо что-то так это у нас project дата ассет как я вам один раз уже показывал на 50 дата ассет просто кореал работал ну видимо уже на 5253 решили все-таки с помощью него анализировать у меня был видео ролик по нему у дата ассету мне очень много там писали что нафиг он нужен этот дата ассет я могу обычными переменами все сделать как видите да projectile и пробивают каждый элемент здесь синие точки появляются где можно создавать те же самые декали попадания и еще что-то ну и последнее это у нас мангу бипи integration плагин интеграция плагина база данных мангу если вы создаете какую-то крупную игру и хотите как-то взаимодействовать с вашими игроками вы можете создать такую базу данных запустить компьютер в общий доступ так скажем для того чтобы базы могли люди получить к вашему вашей базы данных так скажем доступ либо снять сервер для базы данных человек заходит в игру естественно с интернетом получает какие-то данные допустим по элементу там пистолет и у него считывается что в этом пистолете столько-то патронов столько-то там я не знаю урона и допустим такое такое-то изображение допустим иконки либо внешнего вида есть материала если вы заранее накидаете ваш проект материалы вы можете течение там полугода менять внешний вид это тоже в принципе прикольно будет человек такой о как обновление же не было а уже оружие поменялось так что с базы данными я вам рекомендую начать общаться потому что они нужны так и на этом все пишите комментарии какие вам ассеты показались более-менее нормальными какие вы стопроцентно взяли я не знаю работает ли у вас сбор ресурсов напишите также в комментариях отрабатывает ли у вас подбор этих предметов и допустим работа этими скалами и допустим этими кристаллами у меня на 52 не отрабатывает на этом все до скорой встречи всем пока